что она чем-то напоминает промежуточную опору Skyway. А эти воздетые к небу руки символизируют стремление к обретению свободы, к полёту, к небу. Также она является символом тысяч и тысяч простых людей, которые участием в проекте Skyway помогают поднять над землёй небесные дороги Юницкого. И тогда, возможно, пути человечества станут прямыми, как луч света. Вспоминаются строки из Писания. Да будут слова ваши «да», «да», «нет», «нет». А всё, что сверх этого, от лукавого. Так вот, что может быть в мире материальном прямее, чем натянутая струна, которая в данный момент символизируется, пока мы не построили путевую структуру, лучами лазера. Поддерживайте наш проект. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний Skyway по адресу rsv.definsystems.com. Тогда, возможно, мы перестанем загрязнять окружающую среду, и климат станет получше, и всё в нашей жизни будет прямым, ясным и понятным. Строй Skyway! Спасай планету! Сильная подготовка к иностранству, и так далее. Но, кроме того, ещё время очень важно, и оно влияет на всё, и мы к этому придём шаг за шагом на сегодняшний мебинар. Вот, посмотрим те результаты опроса на прошлом мебинаре, обсудим, что дальше делать. И, естественно, сейчас... Покажите вообще, как вы меня слышите, а то я как-то очень тихо, да? Я разговаривался, задумался. Это всем тихо. Попробуйте, Евгений, у себя отрегулировать. Может быть, у всех так, 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 я только Грюченко слышу, у всех так. Идёт наладка двух сигналов. Так, ну, вот видите, у Самары хороший звук, у Светланы. Десятка. Ну, подрегулируйте у себя звук. Спасибо, Тамара. Марина, добрый вечер, да? Ролик закончился, вас услышала, спасибо. Десятки, десятки у всех. Значит, смотрите, регулируйте, друзья, у себя звук. Я не буду сейчас портить другим настроение своим каким-нибудь дурным звуком. В хорошем смысле этого слова. Спасибо. Спасибо, друзья. Значит, и вопрос в том, что, естественно, все хотят новостей, хотя жизнь и так нас захлёстывает новостями, но тем не менее. Прежде чем мы перейдём дальше, я всё-таки постараюсь вам сказать такие самые существенные, что, на мой взгляд, можно сейчас вот как бы изложить. Ну, самая такая потрясающая новость, наконец, мы получили новый личный кабинет. Это для кого-то это стресс. Не исключаю это, что вот был плохой старый кабинет, а новый, ой, он такой неудобный, он такой абсолютно удобный, уверяю вас. Он значительно упрощён. И буквально вот вы найдите время, те, кто уже, ну, как бы пользуется кабинетом активней, он значительно удобней, там больше информации доступно и более он, как бы, ну, удобный для использования. Ознакомьтесь с ним. Если у кого-то нет ссылки, то можете потом спросить, я её у вас открывать. У меня браузер отказывается его открывать. Что у вас отказывается? А, неважно. Ну, ясно, там идёт переписка. Значит, теперь очень важно то, что идёт подготовка к Иннотрансу, очень усиленно идёт подготовка. В чём? В каком смысле идёт подготовка? Очень просто. Ведь уже 20-го надо полностью быть готовым открыться. Это значит, до этого надо установить всё там, отвезти в первую очередь туда, установить всё. А что отвозить? Отвозить в первую очередь Unibus и Uniby, которые подготовлены, эту всю структуру надо там установить и так далее. Идут очень интенсивные работы. Благодаря этому или от этого в зависимости, естественно, будет несколько затянут процесс начала реальной сертификации, уже транспортных средств Unibus и Uniby на трассе, на транспортной системе, на транспортной структуре в Экотехнопарке. Ну, процесс идёт, как он идёт. У него есть свои плюсы. И буквально сегодня, я только что где-то час с половиной назад закончил разговоры, подготавливается приезд индийских инвесторов туда, в Берлин. Вот. И они, я вас уверяю, настроены очень, в хорошем смысле, интенсивно-агрессивно на то, чтобы подключиться к процессу составить. Вы знаете, кто знает, а кто не знает. Просто хочу сказать, что можете спросить. Вот у нас больше 80 стран уже как бы в процессе инвестиционной поддержки всего этого проекта. А Индии почему-то нет. Почему она встаёт? Хотя Индия очень прогрессивная сторона, она стремится к всевозможным инновациям. Там идут большие реорганизации и в социуме, и тем не менее. Дело в том, что существует очень чёткое законодательство этой страны, ровно как и Китая, кстати, которое не позволяет инвестировать за пределы, вернее, позволяет. Но есть целый ряд ограничений инвестирования за пределы страны. И теперь, если просто так, не постучавшись в дверь туда войти, то возникнут очень большие проблемы и у людей, и у нас, кто мы занимаемся процессом инвестирования, то есть у компании Skyway, естественно, Skyway Capital и, естественно, у головной компании. Всё зависит от того, кто, куда и как будет ломиться или стучаться. Поэтому идёт серьёзная подготовка, и это хорошая информация. Так что интерес есть, причём очень активный интерес, конструктивный интерес. Не так, что давайте посмотрим, давайте поговорим и так далее. То есть даются уже конкретные шаги, и это всё готовится. Очень важно и многое зависит от того, насколько продуктивно пройдёт все мероприятия три дня в Берлине. Следующая новость для вас, для кого новость, для кого нет, значит, может быть, что конференция с 24 сентября Skyway Capital переносится на 23, на вечер, начиная с 18 часов будет брифинг, фуршет. Значит, возникли вопросы у людей, да? Вопрос первый. Очень просто. Вы знаете, поскольку, скажем, Европа ещё не подготовилась или не расчухалась, до 1 сентября было мало регистраций, то есть менее 100 человек. Поэтому, заказав очень такой, ну, непростой концертный зал, пришлось, значит, рационально было не тратить деньги, не платить пенальти, просто отказаться от зала и ограничиться залом 200 человек. Поэтому мероприятие состоится, все новости, всё, что будет, там произойдёт, и, скажем, те, кто уже купили билеты, они смогут там участвовать. Отдельно уже подробности будут сказаны позже. Это как новость, значит. Ну, значит, ещё такая новость вам, она достаточно сырая, но, тем не менее, чтобы вы понимали и могли бы строить, строить, поскольку мы в прошлый раз с вами заговорили о том, что мы стоим предбанник или пред, как бы, на авансцене, выхода на сцену с мероприятием, что будем, как бы, работать в рамках инвестор, вернее, индивидуальный предприниматель-инвестор. Вот. Опрос даже был в прошлый раз такой. И поэтому для такой, как бы, работы, инвестиционной работы, идёт подготовка, подготовка того, чтобы ввести пакеты для юридических лиц. Кто-то скажет, что, ну, я же уже зарегистрировал. Да, в частном порядке что-то делается при определённых условиях, но пакетов пока нет. Но, уверяю вас, они будут, они будут достаточно интересны. И поэтому, и последняя такая новость вам, что готовится достаточно интересный инструмент. Я его пока назову так. Это программное обеспечение для работы при помощи интернета и всех смарт-приложений интернетовских с своими партнёрами в сети. Причём этот пакет будет внутри себя иметь абсолютно стандартно подготовленные ролики, различные видео. Нам не надо будет где-то шарить, не надо будет нигде ничего выискивать. Там постоянно всё будет обмановляться. И причём это будет всё на тех языках, на которых мы работаем. А сегодня мы работаем уже на восьми языках. Готовится девятый язык. Это в личном кабинете. И на сайте у нас, если я не ошибаюсь, пять, четыре или пять, пять языков, вот, с которыми мы работаем. Поэтому работа идёт, и это тоже радует. И таким образом, значит, чтобы не затягивать удовольствие с новостями, давайте пойдём, дорогие друзья, дальше. Нет функции приобретения пакета по дисконту 600. Может быть. Спасибо, Надежда. Я это учту и передам. Я как-то вот этого не делал. Это хорошо. Вот это очень важно. Сейчас запишу. 600. Чтобы не забыть. Спасибо. Всем открывать. Сайт открывать отказывается. Работа и на старт. Ну, значит, надо просто подготовить или перейти в правильный. Евгений, правильный, как бы, браузер. И таким образом, значит, давайте посмотрим, что у нас было в прошлый раз с нашим опросом. Открыть. Так, видно, всем видно, что на экране сейчас, да? Дайте мне знать, там, плюсиками или десяточкой. Есть, да? Спасибо. Значит, смотрите, в прошлый раз участвовали немного людей в голосовании, но, тем не менее, значит, здесь было у нас, представляет интерес 60%, готов знакомиться 24%. Это говорит о том, что индивидуальный предприниматель инвестирования представляет интерес работа в этом направлении. Таким образом, мы, по всей вероятности, экран пуст. Пуст, да? Так, а сейчас? Эльвира, Санкт-Петербург видит. Георгий не видит. Маргарита пуст. Экран. Запустить опрос. Так. Экран пуст. Самара не видит. Так, это плохо, что вы не видите. А как нам его запустить? Сейчас мы посмотрим. Так, сейчас видно? Видно, да? Окей. Все. Все, спасибо. Ну, наверное, тут вот немножко эта функция не сработала. Значит, это было в прошлый раз. Сегодня не надо ничего сюда больше добавлять. А если желаете, давайте добавляйте. Коль уже открыл. Что ж тут теперь прячется? Вот. Давайте сюда запускайте, кто что видит целесообразно. Таким образом, мы видим, что этим имеет смысл заниматься. И работа уже продолжается с прошлого раза. В ближайшее время мы начнем, как бы, такую вот серию ознакомлений. Еще инструментарий, вот я сказал, что он готовится. И он будет, тогда нам будет удобнее работать. Когда будет этот пакет программного обеспечения в нашем, в нашем, как бы, личном кабинете. Или нам можно будет его привлечь в свой личный кабинет, в личный кабинет за определенную оплату, которая абсолютно маленькая, символическая оплата там будет. Так. Все ознакомились, все нажали, кто хотели. Все, спасибо. Я его закрываю. Остановить все. Закрыть опрос. Таким образом, таким образом, друзья, давайте пойдем дальше. Что я хочу еще вам сегодня, как бы, объявить. Это возникает, и сегодня вообще мы поговорим о том, как работается в кабинете, и что такое акции. Я нечаянно послушал, сегодня меня попросили, потому что задали вопрос, я послушал этот вебинар, на котором выступал Денис Юницкий, очень коротенько, а дальше там были рассуждения юридического, ну, руководителя юридической службы, или кто там является в СВИГе, вот, и там посмотрел вопросы, которые там возникали у людей, и представляется, что здесь у нас аудитория не такая большая, как там, но тем не менее, люди здесь присутствуют, которым тоже, по всей вероятности, очень важно еще раз напомнить, что такое акционер Skyway. Там шла речь, юрист говорил об акционере Skyway. Нет такого акционера, друзья, Skyway. Акционер Евразия, Real Skyway Systems, Хонинга мы являемся, а мы инвесторы Skyway. Поэтому, значит, естественно, от этого ничего сильно не меняется, но осмыслить это неплохо. Потому что мы беседе-то мы людям передаем то, что мы передаем. И поэтому, чтобы не запутывать людей, хорошо бы для себя это дело все уяснить. Вот. И в связи с этим очень важно нам, значит, ответить на вопрос. Люди спрашивают, причем на нашем чате целевых проектов очень много вопросов возникает, можно ли делать, делить пакет, уже оплаченный делить пакет. Что это значит? Предположим, я приобрел там, ну сколько там, 100 тысяч, стал владельцем 100 тысяч акций, и вдруг я хочу 50 тысяч кому-то там подарить или отдать. Там о дарении спрашивают иногда, там говорят, а как мне передать по наследству, там бог знает еще какие вопросы. Вы знаете, дорогие друзья, просто есть один очень простой ответ, для того, чтобы здесь не возникало, значит, вопросов, можно ли там переписать на кого-то. До того момента, пока не существует вторичного рынка, или даже первичного рынка, правильно сказать, даже так, мы являемся инвесторами и становимся акционерами того акционерного общества, у которого акции не отчуждаются. А любое действие, если я Маслов, и вдруг что-то хочу сделать, чтобы здесь на акции не Маслов был, то это называется отчуждение, неважно каким образом. Вот, дарили, отписали, или еще что-то там, как вы называете, неважно. Но это есть отчуждение. И отчуждение недоступно. Если, я просто повторю, если у вас есть время и желание, то в меморандуме, там есть на русском языке, да, на русском языке есть договор, в договоре четко написано, там на английском и на русском, в договоре очень четко написано, что акции не отчуждаются до того момента, пока они не выйдут на биржу, или не даст разрешение, или, скажем, с этим не согласится компания, которая является учредителем Евразии, РЭС, скорее, системы, холдинг, то есть GTI. Поэтому и не дарить их нельзя, и куда-то, значит, что-то с ним делать абсолютно невозможно. Значит, еще вопрос возникает, причем возникает этот вопрос у достаточно квалифицированных участников нашего, нашего, как бы, и сайта, и нашего юбинара, что переход на следующий этап. У всех, вот, скажем так, что, а что делать, а когда мы перейдем, а перейдем ли мы на следующий, вернее, в этом особо кто-то никто не сомневается, но все говорят, что, а когда будет переход на следующий этап, что есть ли сколько времени, естественный вопрос, потому что, если ты, я или кто-то из нас начинает строить свою инвестиционную, как бы, ну, стратегию, то, естественно, надо неплохо знать, сколько у меня осталось времени. По этому поводу я могу сказать следующее. Я на чате ответил, что, смотрите, мой прогноз, вот мой личный прогноз, за что купил, за то продал, таков, что, значит, окончание седьмого этапа зависит первое от того, насколько, в первую очередь, вообще зависит переход на любом, с любого этапа на любой, от того, насколько инвестиционный план этого этапа выполнен. А какой у нас инвестиционный план седьмого этапа? Давайте посмотрим. Значит, у нас есть это здесь, сейчас я вам покажу в одном из наших материалов. Так, значит, вот у нас есть седьмой этап. Так, он начинается в апреле, начался, июль уже у нас миновал, июнь-июль. Так, значит, трансфер выпущено, или, скажем так, находится в этой корзине инвестиционных залоговых акций с семь миллиардов акций. Причем для них предусмотрены инвестиционные дисконты для инвесторов от одного к ста пятидесят, ну, там есть меньше тоже, в среднем, до одного к четырем стам. Есть и такие пакеты. Очень большие инвестиции, дается такой дисконт. И предполагают, что вот под залог и обмен на эти акции набрать инвестиции в пятнадцать миллионов долларов. О чем это говорит? Мы начали это в июне месяце, не в апреле, мы начали в июне. Понимаете, да? План-то был в апреле начать. У нас сколько? Апрель, май, сдвинулись. Теперь июнь, июль, 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 а август-сентябрь. Понимаете, да? Сдвигается еще на два месяца и по всей вероятности, что это достаточно реально. То есть не раньше конца сентября может произойти смена дисконт. Теперь, с чем еще это обычно нужно и целесообразно связывать? Опять-таки, с пятнадцатым миллионом. Набрано пятнадцать миллионов или нет? Если это не значит, что доллар в доллар, или тысяча в тысячу должно быть набрано, это еще, кроме того, зависит от того, какие плановые работы, на которые запланированы эти пятнадцать миллионов, в какой стадии находятся. И если следующий фактор, который влияет на то, перейдем мы на следующий этап или не перейдем, это то, какие есть перспективы вступления крупных инвесторов. Это естественно. И таким образом, по всей вероятности, идет процесс дальше. Если, скажем, это наблюдается определенное, прогнозируется определенное равновесие, то можно говорить о том, что по всей вероятности, в какой-то недлительный период, после сентября месяца, произойдет, после иннотранса, произойдет подготовка и переход на восьмой этап, где у нас уже в работу придут семь с половиной миллиардов акций, а инвестиции надо будет обеспечить двадцать миллионов долларов. И до конца года, до конца года, смотрите, заметьте, нужно будет пройти еще девятый, десятый этап и еще двадцать пять миллионов. То есть у нас пока есть кое-какой зазор. Но это не значит, что это все от нас только зависит. Это зависит еще и от инвесторов, которые подключаются. И я вас уверяю, сейчас идут, я уже вам про Индию сказал, я вас уверяю, сейчас идут очень сильные переговоры. То есть они не начались, они идут давно. Ведь то инвестор войдет или не войдет, в одних переговорах я точно не знаю, но я просто, ну скажем, уже у меня, видите, тут причетки сильно нет на голове, поэтому я могу предполагать, я в жизни в разных переговорах сам участвовал. Могу предполагать, что фаза переговоров, по крайней мере, по двум инвесторам находится в такой стадии, что вот-вот-вот-вот-вот-вот, может быть, инвестор как раз и подгоняет ситуацию под то, что как пройдет инотранс, какие будут отголоски после этого, и дальше уже начнутся движения, движения транши и так далее, инвестиционные транши. И причем очень правильно, мне сказали, я не слушал, к сожалению, давно, в ближайшее время, просто не было времени прослушать вебинар Сергея Сибирякова, но по всей вероятности он там тоже уже высказывался о том, что очень крупные инвесторы, то есть киты, они уже как бы все, они не ходят кругами, они четко стоят в водах Скайбей, залива Скайбей, море Скайбей, неважно, океан Скайбей. И поэтому, когда они пустят фонтан, когда они раскроют свой широкий рот для того, чтобы осуществить движение дальше, это уже вопрос только, скажем, определенных движений. Они не плывут сюда, они не приглядываются, не присматриваются, они уже здесь. Поэтому, друзья, это может произойти достаточно быстро, и мы сможем быть свидетелями тут очень четких, больших движений. Потому что частные, частные инвесторы, фондовые инвесторы, они тут уже. И это очень важно нам знать, чтобы в этом процессе, как бы, ну, ориентироваться. И от этого, естественно, зависит наша стратегия. Но, уверяю вас, опять-таки вопрос, который обычно задают, что, а когда закончатся, скажем, возможности для малых инвесторов, не мелких, а малых инвесторов, или так называемого народного финансирования, я вас уверяю, никогда, по крайней мере, до 50-го года этого века не закончится точно. Даже если деньги какие-то другие будут. Кстати, кстати, идет подготовка новостей, тоже, да, есть. Может быть, это и не новость, это так, ремарка, что очень большая, ну как, большая, идет четкая, серьезная работа по поводу того, как использовать криптовалюту. Это не деньги, вы знаете, да, что это так называемая электронная валюта, вот, и как ее использовать в нашей работе. Есть уже условия, которые подготовлены, и мы находимся в преддверии того, что мы начнем использовать криптовалюту. Зачем она нужна? Долларов что ли мало? Евро что ли мало? Нет, не поэтому ненадежные средства взаиморасчетов являются эти деньги. Почему? Не потому, что они бумажные, а потому, что банки отживают свой век, и они абсолютно не гибкие для обслуживания этих операций. Вы же прекрасно знаете, какую узду они берут за то, что они двигают цифрами. Они просто отбирают процесс. Понимаете? И я инвестор, чтобы участвовать в таком, ну, как бы, мне всячески интересном инвестиционном проекте, вынужден обслуживать, платить там по 10%, иногда еще больше, если это быстро надо сделать, для того, чтобы обслужить вот эти, скажем, банки. Это уже начинает отмирать. Это тоже признак того, а кроме того, признак того, что с валютой, именно финансовыми средствами, которыми привыкли пользоваться столетия, столетия приходится быть начеку. И я не случайно вам говорю, что очень важно, важным элементом в понимании нас, инвесторов, нас, тех, кто готовится, кто-то готовится, кто-то нет, участвовать в инициации адресных проектов. Обязательно будут адресные проекты, причем большие, поменьше, мелкие. Вы же видите, какой может быть адресный проект? 500 метров. Почему не 300 метров? А почему бы не смотровое колесо в вашем городе, дорогие друзья? Это же такое на базе юнибайка шикарнейшая возможность. Я был в начале этой недели в Хельсинки. У них там 40 метров высотой смотровое колесо. Такое, знаете, обзорное в городе колесо. И когда мы говорили, вдруг возник вопрос, а можно ли использовать для этого вот это транспортное средство Skyway, про которое вы говорите? Речь шла, кстати, с чиновниками, которые, или обсуждение шло с чиновниками, которые являются ну, как бы, в российском понимании, или в миролом понимании, это большая часть территории, это муниципалитеты, которые окружают город Хельсинки и сам город Хельсинки. Это целое, ну, такое землячество, или целая область Финляндии. Вот. И они занимаются подготовкой, проработкой проектов, связанных с рел Балтика и с туннелем между по дну моря Балтийского, залива, Финского залива, между Хельсинки и Таллином. Вот. И там вот возник такой локальный вопрос, и они очень сказали, вот, очень интересно, если можно было бы начинать с этого проекта. Просто сделать смотровое колесо. Я это не случайно вам сказал, это надо просто учитывать, думать, это как адресный проект, к которому тоже можно присматриваться в любом месте, любой город, любая территория и так далее. Ибо это и есть так называемый элемент вот возможного развития. Теперь смотрите, значит, и в связи с тем, так, мысль потеряла, а, значит, процесс подготовки использования SkyWay в различных областях, он идет, и это очень важно знать. Таким образом, давайте сейчас посмотрим здесь, нет, это не в том, давайте подойдем вот к чему, значит, как мы уже говорили, по смене дисконта, я надеюсь, я вас успокоил, дележь так, процедура, а, давайте вот что возьмем, давайте посмотрим, как в кабинете, в моем, в вашем, не важно, в каком кабинете, дойти, вот закончился пакет, что делать дальше? Многие начинают спрашивать, не могу то найти, не могу это найти, как это осуществляется? Я, давайте я сейчас вам расскажу, покажу буквально вот шаг за шагом, когда, значит, вы пакет закрыли, оформили все документы, и что тогда дальше делать? Чтобы, скажем, тот пакет, или вернее, акции, которые были в вашем инвестиционном пакете, оказались бы в реестре и в международном регистре под вашим именем. В первую очередь, в компании Евразия НРЭЛСК Авиэсистемс Холдинге, и, естественно, в международном регистре, на той компании, которая обслуживает Евразия НРЭЛСК Авиэсистемс Холдинг. Смотрите, вы входите в раздел инвестиции, видно, да? В раздел инвестиции нажимаете на мои сертификаты, и вам высвечивается такая картинка. Вот я сделал небольшой скриншот с моего личного кабинета. Там есть различные, что номер, дата, количество там акций, которые там есть, сертификат Skyway Capital, да, есть сертификат Skyway Capital, Кэпитала, значит, посмотреть, скачать, если надо, сертификат Евразия НРЭЛСК Авиэсистемс Холдинга, сертификата, да, и сертификат Евразия НРЭЛСК, договор, создан, не создан, видите, сколько у меня красных, у меня еще недоделанных много есть так называемых, надо отсюда подписать договор и так далее. Следующий шаг, берете, например, вот это у меня уже выполнено, а предположим, что по этой строчке делать надо, надо взять и начинать подписать договор, но если я оплатил, то я вот нажимаю сюда, смотрю, что здесь такое, я вижу, что есть сертификат, что я это дело оплатил, но мне надо взять, пройти всю эту процедуру и идти дальше. Значит, что я делаю? Я распечатываю, то есть скачиваю, в кабинете скачиваю я договор и беру, там 31 страница, не надо все 31 страницу брать, и не надо брать все 31 страницу, кто хочет, может, конечно, взять, распечатать, но главное распечатать первую, первую страницу, да что ж такое, перепрыгивает, первую страницу и и вторую, на второй странице есть печать и подпись директора генерального евро skyway капитала, а здесь должен поставить я, я их беру и скачиваю первую и 31 страницу, подписываю и делаю фотокопии этих страниц, сделал фотокопии значит и дальше подготовил у себя их в компьютере, дальше нажимаю, я согласен с условиями, нажимаю туда, там есть такая как бакошечка слева, и нажимаю отправить, мне появляется возможность через браузер закачать первую, вторую страницу именно в личный кабинет и отправить дальше, и отправить дальше, что я делаю, первую, вторую страницу загоняю и иду дальше, дальше у меня появляется такая вещь, которая пугала многих, что если я приду в этот в свой в свои сертификаты, нажму там, начну, вдруг захотел еще полюбоваться сертификатом, полученным из Capital, смотрю, а на нем красно написано, что он ликвидирован или, скажем, закрыт. Все правильно, Кудряшов подписал и вдруг он закрыт. Почему? Да потому, что путь продления пошел уже дальше и поэтому идет процесс, который как бы позволяет мне идти на регистрацию. А что здесь такое? Почему у меня дальше не уходит? Так. Раз. Два. И дальше у вас появляются, уходят эти документы и вы нажимаете, приходите в кабинет снова или вы находитесь в кабинете через какое-то время у вас появляется возможность в сертификатах распечатать и увидеть. Там, значит, нажимаете наверху. Мне почему-то копии сюда не скачалось, у меня были сделаны и по этому вопросу скриншоты, но здесь почему-то не оказалось, их не понимаю. Вот. И там есть возможность нажать на самую на окошечко, где высветится у вас строчка всего как бы того, что у вас находится в акционерном в реестре в Евразии на Релске и Системс и это подписано президентом или членом правления, там не помню, как он там называется, Анатолием Гуниевским, который является практически единственным руководителем этой компании на сегодняшний день. Таким образом, вот этот процесс полностью, значит, полностью этот процесс проходит. И это очень важно всем проделать. Потому что, смотрите, я даже вот не все это дело оформил, но, скажем так, можно думать, что время есть, но все надо делать по очереди. И вот понимаете, вот вернувшись обратно к разговору по очереди, я бы хотел вам рассказать одну притчу. Может быть, кто-то из вас, да может быть, большинство уже и знаете, эта притча не нова, она древняя притча. Приходят ученики к учителю, мудрому учителю и, значит, говорят, что как можно наполнить кувшин. Учитель дает им кувшин и говорит, наполните этот кувшин большими камнями. Они возмущаются, ну как так, большими камнями, что дальше делать? Давайте, наполните. Они наполняют этот кувшин, приносят учителю, он у них спрашивает, можно ли этот кувшин наполнить еще чем-то. Они говорят, нет, это невозможно. Он берет щепотку гравия и говорит, это помещается там? Да, помещается. И заполняет гравием этот кувшин. Учитель спрашивает учеников, можно ли еще наполнить этот кувшин? Они говорят, нет, учитель, абсолютно невозможно. Он дает им щепотку песка при горшне, начинает засыпать и туда еще помещается очень много песка. После этого спрашивает, можно ли еще туда что-то заполнить. ученики говорят, что нет, теперь, наверное, точно нельзя. Но какова мораль этой притчи? Вы понимаете, дело в том, что если бы он говорит своим ученикам, что если бы вы начали бы с песка, то вы бы только песок туда и заполнили. А какая разница? Какая мораль для нас с вами? Для нас следующая мораль, как я понимаю, рекомендую всем так ее понимать. Мораль для нас в следующем, что начинать надо всегда с больших дел, с больших задач, с больших целей. Дальше, осуществляя шаг за шагом движение, мы придем к мелким. Мы же порой начинаем мельтешить и у нас не хватает времени даже на то, чтобы привести в порядок у себя в кабинете все то, ради чего мы практически... Но это не самая главная цель, а приводить это все мелочь тоже надо приводить в порядок. Поэтому не надо с этой мелочи начинать, начинать надо с большого и тогда у нас всегда будет время для более мелких, менее важных дел. Но большие дела надо делать поочередно. это очень важно дорогие друзья. Теперь смотрите что еще для нас очень важно и что я хотел бы вам сегодня еще рассказать. Смотрите тем есть ли у вас вопросы по акциям? Тут написано сказочное владение акциями. Вопрос будет ли в новом кабинете для старичков, кто брал пакеты акций до 18 лет, надежда смутила сообщением, где увидела спасибо за ответ? Вы знаете, естественно будет, есть решение, я вас уверяю, есть решение, что скажем до конца седьмого этапа такая возможность будет. А как вы знаете, мы уже сегодня с вами говорили, седьмой этап еще не закончился. Значит будет уважаемая Светлана с города Самара. Есть ли еще у вас вопросы? Спрашивайте. Иначе я сейчас хочу вернуться или обратиться к дому Скайвей. Почему я к нему обращаюсь? Дело в том, что мы сегодня с вами сидим здесь все вместе после большого, небольшого солнечного затмения. Оно вроде бы небольшое, но с ним сопряжены очень мощные сдвижки во всем универсуме, скажем, в космосе. Я не буду загромождать вас всякими терминами, просто скажу, что до 23 сентября надо заниматься всеми теми делами, которыми мы уже занимались. То есть подготавливать инвестиции, планировать свою инвестиционную стратегию или пересматривать, реорганизовывать ее, разбираться самим собой, я не случайно вам про этот калкушин рассказал, вот, и таким образом как бы настраиваться на то, как мы хотим и как мы видим свое будущее. Вы понимаете, что если у меня здесь в ментальном мире в моем не возникнет видение того, где я хочу жить, как я хочу жить, как я хочу ездить, куда я хочу перебираться, как быстро, как я хочу, чтобы жили, хочу или вижу, вернее даже хотеть можно, а видишь ли ты, надо еще увидеть мир в будущем, то для меня этого мира таким достаточно сложно организовать. у Вселенной, у космоса есть все ресурсы, чтобы осуществить все наши надежды и все наши желания, но для этого надо потрудиться, дорогие друзья, но чтобы потрудиться плодотворно, здесь есть дом Skyway, и я еще раз обращаю ваше внимание, чтобы вы смотрели, не важно, как вы, я даже сегодня не буду повторять здесь, какие здесь элементы, здесь просто, я их просто назову и как они связаны, разбирайтесь сами, но это очень хорошая площадка для того, чтобы осмыслить мою, твою, вашу, какую-то, кого-то из вас, значит, позицию в том, где мы находимся. Это касается всего, это касается адресных проектов, возможностей, желания, мечтаний об адресных проектах, об их участии, о доходах возможных или каких-то инвестиционных благах, которые можно получить, можно свое эго подкормить и тем самым не только эго, а сделать благое дело там, где ты живешь, для этого города, оставить такой, как бы, просто нормальный след после себя, потрудившись и побеспокоившись для того, чтобы транспорт там, где ты живешь или что-то еще там существовало и функционировало. Поэтому очень важно, все элементы, которые касаются Skyway, основной технологии, основного процесса, они здесь являются комнатами этого дома, но фундамент мы можем заменить на любое. Это можно сюда поставить какую-то свою задачу, какую-то свою цель, построить точно такой же дом, но фундамент останется тем же. Сотрудничество к операции взаимоотношениям. Неважно, в каком вопросе этим я занимаюсь. Стараюсь ли я пригласить гостей на свой юбилей, на свой день рождения или на какое-то мероприятие. Обязательно сработает, нужно выстроить сотрудничество, с кем-то скоперироваться, выстроить взаимоотношения, кто кого возьмет, кто привезет, кто отвезет, кто торт привезет или так далее. Или же делать все самому, можно сделать. в крайнем случае день рождения это можно осилить, но извините, большой тракт не осилишь сам. Поэтому эта строчка абсолютно необходимая. Финансовая поддержка, солидарность. Да? Сначала замахиваешься на какое-то большое мероприятие, финансовую поддержку выстраиваешь, что, как, кого привлечь с первой строчки на финансовую поддержку, как выстроить финансовую структуру этого мероприятия, этого проекта, неважно чего. Солидарен ли с кем-то? Приведу просто пример. Значит, вот смотрите, любой проект встроится в любой проект, который сейчас, тот же самый Rail Baltic, который строит. Деньги в Европе выделены, миллиарды евро на то, чтобы рассечь, скажем, страны, начиная от Эстонии от Таллина до Берлина, плотиной от 9 до 15 метров в глубину, вы не представляете? По-разному можно к этому относиться, но противостоять до того уровня, чтобы этого не произошло, практически сейчас невозможно, потому что очень много задействовано таких чиновников, которые, ну, они сломаются, но они это пробьют. А массы не организованы, поэтому, чтобы солидарно действовать и минимизировать все, что будет происходить, нужна, естественно, солидарность людей, их, как бы, кооперация и так далее. И, таким образом, экология, обучение, социальная стабильность, идейно-духовная готовность и зрелость, то есть, любой проект требует этого, учитывать вот эти все элементы. И тогда у нас срабатывает то, что, с одной стороны, это человек, с другой стороны, это организация людей, которая абсолютно зависит и от того, как деньги привлекаются, какая информация имеется и как команда работает. Это касается любого проекта и это, как бы, вам еще раз напоминание об этом. И, таким образом, дорогие друзья, значит, я посмотрю, что тут у вас еще. Короче, я уже благодарю. Светлана, я тоже обеспокоюсь, так, ага, купить еще пакет. Сможете, сможете. В старом написано, ясно, почему в договоре гражданство пишется с потолка, нет ни, где вопроса про твое гражданство. А какая разница, какое у вас гражданство? Ведь, смотрите, я вам сейчас открою в договоре. В договоре, какой вы имеете в виду, значит, Томасевичус, Ричардес, гражданство? Регистру безразлично, какого гражданства я. Понимаете? И у меня нигде, нигде в акциях этого, не в реестре, нигде не написано моего гражданства. Смотрите, я, а, у меня здесь нету просто выписки, здесь она не училась. То есть, это абсолютно не важно, Ричардес. Нет нигде вопроса про гражданство. Поэтому, это не суть столь важно, какой у человека гражданство. Важно, в какой стране паспорт у него имеется, это указывается, где он, как бы, зарегистрирован, в какой стране. Вернее, паспорт у него получен, в какой стране. И где он, как бы, имеет адрес своего пребывания. Это тоже, в какой-то степени, неважно, потому что, вдруг с человеком что-то случится, там неважно что, а как-то надо оповестить его, тогда, ну, адрес является одним из тех средств, куда оповещение отсылается человеку. Так, Маргарита, о налоге, в какой стране уплачиваются? Да, хороший вопрос, Маргарита, в какой стране уплачиваются налоги? Если в стране, в которой вы являетесь резидентом, нет особых никаких указаний на этот счет, то, естественно, вы вполне имеете право, и ни в одном государстве нет закона, ну, скажем так, в большинстве, 80%, я не уверен, я не делал анализы, действует следующее правило, что налоги оплачиваются в стране получения дивидендов, в стране, значит, где находится, или же там, где находится регистр той компании, которая выплачивает вам дивиденды. Здесь идет налоги. Вы имеете, какие налоги? Ну, я говорю вам про налоги, про дивиденды, да? Вот. Это касается, кстати, налоговой, продажи акций, когда будет, значит, биржа. Биржа, например, может быть, давайте я закончу с дивидендами. Значит, и с дивидендами такая история, что на сегодняшний, на сегодняшний день, с начала этого года наш реестр, наш регистр находится на Кипре, вот, и акции зарегистрированы в их, в его электронном реестре, или в Истре, Евразии, на Ревоскале Systems Holding. Теперь, предположим, что в конце этого года на каждую акцию пришло, пришли дивиденды, у кого-то, у господина Иванова является, ну, он является владельцем, зарегистрированным на его имя миллион акций Евразии на Ревоскале System. На каждую акцию пришло 10 центов. Ему надо получить 10 тысяч долларов. Он их получает в конце года, вернее, в конце года, это обычно получает, если за этот год, то в середине, где-то 2017 года, к этому времени все документы готовы для того, чтобы осуществить выплату дивидендов. Практика такая. Делаются аудиты, прочие процедуры, все утверждается и начинается перечисление дивидендов. И таким образом, полученные по законодательству Кипра существует такое правило, что акции, вернее, прибыль, полученная с реализацией акций или же с владения акций компаний, которые занимаются развитием транспорта, там есть еще другие перечисления, развитием транспорта не взимается налог с дивидендов. Вообще, ноль. Понимаете? С дивидендов. И так называемый налог с прибыли, он там очень интересно сказан, можно по-разному его трактовать, может быть до 5% с прибылью. Что значит в нашем случае прибыль? Опять-таки, господин Иванов получил во владение эти акции, я уже вам объяснял по процедуре, как бы он взял залог и сказал, что я не хочу, чтобы мне вернули инвестиции, которые я внес, пусть эти акции или не пусть, акции являются моей собственностью. С этого момента я беру залог в свою собственность. Все. Значит, его инвестиция считается миллион долларов. Хотя он инвестирует реально меньше. Понимаете? И в этом случае он продает, предположим, на бирже за миллион долларов, то у него ноль, ему ничего не надо. Если он продает их за 2 миллиона, за 2 миллиона, то 1 миллиона ему, то есть разница миллион, что он является, и стал владельцем этого пакета, и миллион, за который он продал, с этого надо налог заплатить. И он может быть от 0 до 5%. Понимаете, да? То есть вот такова история. Маргарита, да, Надежды, так и покупайте в старом. Можете прямо сейчас купить, даже если на пакет еще не покупать. Да, конечно, по ней. Аббоба, абсолютно правильно, спасибо. Ира, вы очень хороший совет дали. Я сразу даже как-то не врубился. Правильно, покупайте, даже не заморачивайте себя. Вот. Старый кабинет тоже работает. А я об этой процедуре обязательно сегодня сообщу после вебинара. Так, есть ли еще вопросы, дорогие друзья? Не видно. Так, что-то там у нас еще. Так, у меня участок земли вдоль трассы, соединяющей Марину Горку в Минске от Экотехнопарка по жизненным пользователям. Меня интересует, как будет проходить струнная трасса к Минску. А кто вам сказал, что к Минску пойдет струнная трасса Рима вдоль уже существующей автоматной дороги? Я просто думаю, как правильно поступить с подобным, с моим участком земли? Каково пред... Так, ах, слушайте, меня интересует, так смотрите, значит, не отвечайте, сейчас тут есть интересный нюанс Рима. В доле в пожизненном пользовании. У вас пожизненная рента с правом наследования, передачи наследования или нет? Все зависит от этого. Если у вас с правом наследования, передачи наследования, то поймите правильно, белорусское государство или местный муниципалитет, они очень мудрые. В случае, если это будет проект прокладки вдруг, ну, предположим, действительно, через ваш или рядом с вашим участком, то будет просто, скажем, сделан серебетуд по той части. Вы же знаете, что там не надо много земли, под трассу там, я так думаю, я не уверен, но я так думаю, что 5 метров где-то шириной должна быть серебетуд проложен и все, ничего более. То есть, серебетуд это ограничение на ваше пользование. Пользуйтесь остальной землей, бога ради, нет никаких вопросов. Как здесь о продаже акций? Только что говорил Александр в порции, что о продаже акций, как здесь налоги, я же вам говорил, там никаких налогов, не надо платить, потому что к вам приходят, оттуда придут средства, там есть свои нюансы, но к вам придут средства, в которых будет указано, что налоги, то есть, скажем так, компания Евразия Рейлс Кавей Системс Холлинг отсылает вам средства с оплаченными налогами, так и будет указано, и никто с вас не имеет права больше востребовать никаких других налогов. Так, наконец-то очень четко и понятно по налогам. Вот, ну, насколько возможно. Владислав, Вячеслав, извиняюсь, Маргин, название фильма, который провел оценку интеллектуальной собственности, пожалуйста. Нет, есть эксперты, и это вы найдете, есть материалы в документах, эксперты оценивали, а те, там были не фирма, а эксперты судопроизводства, суд назначал, они были скрытые, вот, а документы из суда, они не были взяты, потому что, если вы знаете, да, кто это спрашивает там, Маргарита, да, ну, понятно, да, этого просто суд подтвердил, да, эксперты признали задекларированное, задекларированное, так называемая стоимость ноу-хау может быть не менее 400 миллиардов долларов, там была сумма даже больше, поэтому она, эти 4 миллиарда 250 миллионов и так далее, и так далее, они помещались в эту сумму, но при условии, там было написано, что технология сертифицирована и строительство возможно по этой технологии, там есть такая оговорка, вот она надо учитывать, друзья, только подробнее, как тот миллион акций переходит в собственность без учета дисконта, Вячеслав, вы знаете, сегодня уже времени нет об этом говорить, я на вебинарах говорил, в ближайшее время я еще раз повторю, могу вам, могу, нет, у меня даже здесь сейчас нет этого, нет ни одного слайда показать там, это очень просто, буквально в ближайшее время у нас будет об этом еще речь, речь, нет конкретных имен, почему, скрытые, нет, скрытые, суд не объявил этих имен, эксперты, Маргарита, основания для доверия, ну, эксперты оценили, то есть у экспертов, значит, предполагая такие вопросы, у экспертов взяли, там же очень-очень серьезные международные эксперты оценили тоже, сказали, что эта технология себе представляет, понимаете, так что, естественно, у нас много что на доверии Маргарита. Так, есть еще вопросы? Похоже, что нет. Вопросы есть, но они не приходят сейчас, поэтому, дорогие друзья, я, значит, вам, я вам хочу просто зачитать одну фразу на полностью затмении. Правила таковы, что, служа другим, вы служите себе, даже если эго, эго, да, при этом брыкается и кричит. Желаю вам обдумать эту фразу, и я к ней обязательно еще вернусь в следующий раз. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы нашли время, что вы участвовали в этом процессе, мы все с вами служим делу Скайвей. И, как бы, наш труд не пропадет даром, я вас уверяю, так говорили мудрецы, мы их только повторяем. Желаю вам всего доброго, берегите себя и своих близких, строй Скайвей, спасай планету. Как говорит Кириченко, повторяем уже как бы наших классиков. Субтитры Субтитры